В сборнике стихотворений, вот, например, Цветаева, все читабельные, все оформлены, с картиночками. В сборник уместилось несколько стихотворений, 8. Это сборник стихов Марины Цветаевой размером 20 на 16 миллиметров. Читать его можно и без лупы. Ее добавляют для антуража. Лариса Овод из издательства «Миниатюрной книги». Говорит, история о организации очень интересная. Отцу генерального директора всегда нравились такие книги. Вот только в Советском Союзе их было мало. Теперь они это исправили, изготовив очень много литературы. Ну, это в основном классика. Классика. Все найдут что-то интересное для себя. И, конечно, разные исполнения. Это и кожаные подарочные переплеты, и попроще. Но все они, всех их отличает одно. Они все сделаны вручную. Шитая иголка с ниткой, и обложки тоже сделаны вручную. Такая необычная коллекция представлена на книжной выставке-ярмарке «Читающий мир» в библиотеке имени Горького. Она проходит в пятый юбилейный раз. У нас присутствует 11 издательств из разных регионов. Издательство «Фолианта» из Казахстана, издательство «Орлик» из «Орла». У нас издательство «Свами» из «Тулы». И очень много московских издательств. На юбилейной книжной ярмарке много и детской литературы. Она присутствует как у региональных издательств, так и у гостей города. У нас есть линейка испанских сказок, есть линейка венгерских сказок, литовские, турецкие линии, есть белорусы. Есть научно-популярное направление. Здесь у нас представлен исторический такой нон-фикшн, тоже с упором на иллюстрации. Есть там книги по истории, книги там о каких-то известных людях. Книжная выставка ярмарка продлится несколько дней. Прогуляться между рядов необычных книг и присмотреть себе понравившуюся сможет любой рязанец. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.